С отрыванием тоже много всяческих суеверий, потому что большинство людей, по моим наблюдениям, они относятся к этому магически. Человек, если умер, это воспринимается как несчастье. А чтобы каким-то образом это дело завершить, его нужно отпеть. В результате этого будет все тогда хорошо. Что хорошо, не говорится. Ну, вроде бы и усопшему хорошо, и всем остальным. Поэтому во что бы то ни стало, стремятся совершить отпевание. В чем смысл отпевания? Никто не понимает и не слышит. На самом деле, отпевание, оно никоим образом не отражается на судьбе души усопшего человека. А отражается только вот что. Молятся ли за этого человека? Но, как правило, даже во время отпевания никто не молится. Ну, хлопочут. Кто с цветочками занимается, кто веночками, кто свечками, кто что-то перешептывается. Хлоптывается, там, всякие черные платочки поправляют на себе. Какие-то вот такие хлопоты. Вот. А так посмотреть, вот кто вокруг собрался у гроба, чтобы кто-то молился, это случай такой редкий. А нужно как раз именно это. Поэтому слышат, что что-то поется и читается, но что, вот никому не хочется даже вникать. Поэтому вещь совершенно формальная. А формальные вещи, они только в магии, ну, играют роль. А в христианском богозлужении никакой роли. Поэтому это и есть формальный акт, ну, который стоит определенных денег. И поэтому, когда много усопших, то церкви хоть какой-то доход. И эти считают, что раз они заплатили, значит, тут что-то такое произошло. Вот это все, такой подход совершенно неправильно. Потому что отпевание – это и прославление жизни христианина. А мы настоящих христиан отпеваем крайне редко. А чаще всего людей, которые, в общем, к церкви никакого реального отношения не имели. Если человек воцерковленный, ну, тогда все понятно. Его приносят люди воцерковленные. Его приносит фрам, где он молился, где его все знают. Это общее дело. Мы его препровождаем в Царство Небесное. Тут все понятно. Когда приносят с улицы какого-то человека, который никакого отношения к церкви не имел, получается какой-то театр абсурда. Но родственники сами крещеные. Они члены церкви. Пусть хотя от нее удалились очень древко. Они этого хотят. Спорить с ним бессмысленно. Поэтому церковь идет им на уступку. Вы хотите отпеть? Пожалуйста. Мы отпеваем. Еще вопросы есть? Нет. Все. По усопшим читают псалтирь. Со специальными молитвами о покаянии души. Первая молитва читается на исход души. Когда душа уже отошла ко Господу, прочитывается этот канон на исход души. Обычно церковные люди знают эти молитвы. Главная из них – Божий духов и всякие плоти. Эту молитву читают. Ее каждый знает, христианин, потому что она на каждой родительской субботе повторяется вслух народа. И она в молитвословых есть. Был даже такой случай. Я не помню, кто-то умер в Лондоне. И английская королева, еще, по-моему, Виктория, так как это был родственник, все царские роды, они были в родстве, присутствовала. И ее так глубоко потрясло русское православное отпевание, что она попросила перевести ей на английский язык эти слова. И пение глубоко тронуло. Конечно, это один из наших величайших чинов. Если бы люди вникали в смысл этих слов, глубина и поэзия их необычайной высоты. Это великий учитель церкви, Иоанн Дамаскин, составил эти совершенно божественные тексты. Поэтому всегда очень жалею, что как-то это не доносится до ума тех людей, которые присутствуют при отпевании. Иоанн Дамаскин